Беженцы в Одессе Чаще всего в Одессу бегут из Афганистана. Муслим приехал сюда 6 лет назад на родине, работал в магазине констоваров. В 2009-м в Кабуле произошел взрыв у индийского посольства. Погибли 17 человек. Муслим был неподалеку. В одном из терактов мужчина потерял и 20-летнюю двоюродную сестру. Муслим рассказывает, законно покинуть его страну невозможно. Через поле, через лес, баллеты приехали в Россию, потом в Украину. У нас было несколько человек. По дороге умер человек. От холода, мороза лекарства не было. И нам сказали, либо бросить человека, либо давайте с нами. Выхода не было. Похоронили его самостоятельно, там же, в пути. Уже в Одессе Муслим выучил украинский и русский, окончил вечернюю школу и Академию пищевых технологий. Сейчас работает на седьмом километре. Но в Одессу попадают не только взрослые беженцы. Одинокий ребенок приезжает в Украину. Иногда его привозят. Иногда привозят, высаживают на седьмом километре. Говорят, это Европа, иди. Он счастливо думает, что его тут обеспечат разные социальные центры. Ему будут плачут какие-то компенсации. Его заберут один, а то будет. К сожалению, такого не происходит. Иногда попадаются кардинально другие ситуации, когда сами дети из африканских стран бегут от боевых действий, от призыва. Могут использовать такие методы транспортировки, как корабли. Их там могут в середине рейса найти в трюмах. Были такие случаи, некоторые дети не добирались. Александр занимается проблемами так называемых детей без сопровождения. Часто у таких малышей не остается никаких контактов с родными. Уже в Одессе они учат язык и постигают новую жизнь. И многие успешно осваиваются. Асгар учится на третьем курсе на электромеханика. Через год у него выпуск. В Афганистане родители 15-летнего подростка заплатили крупную сумму перевозчику, чтобы их сына отвезли в Германию. Но тот обманул. Конечной остановкой стала Одесса. За успехи в учебе парень получает стипендию и мечтает навестить родителей, которых не видел 5 лет. В одном грузовике с этим мальчиком ехал и Хасан. Он попал в Одессу в 14. Парни делятся. Границей приходилось переходить пешком, а там их уже ждал грузовик. Когда ребят привезли в Одессу, перевозчик выгрузил их из автомобиля и избил. Часто задают такой вопрос, почему. Но все знаем, что война идет. И жить там не так легко. Получается, мы когда приехали, то есть мы почти два дня, то есть испали на улицу. Это было где-то зимой, если не ошибаюсь, в 16-17 число. Мы находились на улице, там морозы и так далее. То есть язык не знаю, с одной стороны. С другой стороны, кушать хочется. И были такие проблемы. Нас забрали в милицию, и потом приехал перевозчик. И все проблемы решили. Парень утверждает, у них есть документы, они учатся, и это уже хорошо. Преподаватели и ребята из группы активно помогают. Хасан хотел бы работать в Украине по специальности, но не знает, сможет ли профессия электромеханика в будущем его прокормить. Поэтому рассчитывает на работу за границей. В основном именно родители отправляют своего ребенка из страны, где его жизни угрожает опасность. Иногда эти люди отдают последнее, чтобы осуществить транзит. Им остается полагаться лишь на перевозчиков, которым они доверяют самых дорогих людей. И, увы, те не всегда выполняют договоренность. Диана Хрущева, Михаил Данилов. Думская ТВ.